Пожалуй, одно из самых популярных мифических существ у большинства народов мира – это дракон. Могучие, ужасные, весьма кровожадные, но при этом все-таки невыразимо прекрасные. В различных частях света драконов представляют по-разному, и потому они иногда имеют весьма существенные отличия друг от друга, как во внешнем виде, так и в характере. В Азии рассказывают о великодушных драконах, уважении и щедрые приношения – вот все, что им нужно. А в Европе живут огнедышащие драконы, которые требуют человеческих жертв. Как правило, на востоке драконов чтят, а на западе боятся. Драконы занимают наше воображение по многим причинам. Во-первых, они извергают языки пламени – это единственные существа, которые умеют стрелять, а проще говоря, плеваться огнем. Во-вторых же, некоторые из них умеют летать. В мире, где, кажется, все исследовано и занесено в научные каталоги и реестры, драконы остались лишь в сказках. Мы мало знаем о них, и поэтому нам остается одно – заглядывать в древние рукописи, собирать народные сказания, или верить рассказам тех, кто утверждает, будто встречался с ними наяву. Дракон Беавульфа В местности Хераот в Южной Швейцарии в пещере под Серой Скалой свернулся кольцами вселяющий ужас дракон. Огнедышащее существо длиной 15 метров. Дракон охраняет свое логово, заполненное грудами бесценных сокровищ. Своим мощным телом он заслоняет их от солнечных лучей, которые не должны освещать золотую и серебряную утварь. Драгоценные камни, жемчуга и золотые монеты, хранящиеся в недрах пещеры. Если вор похитит золотой кубок из его логова, дракон впадает в ярость и летает по окрестностям, сжигая все, что попадется ему на пути. Дракон выдувает пламя, которое освещает небо, запугивает жителей деревень и передает огню дома и посевы в Гаутландии. Беовульф, король Гаутландии, вооруженный волшебным мечом, повел войско на битву с драконом. Беовульф ударил дракона мечом, но лезвие лишь скользнуло по плотной шкуре чудовища. Пламя из пасти дракона охватило героя. Это выглядело настолько страшно, что его войско побежало с поля боя. Только верный слуга Виглов остался с хозяином. Беовульф обрушил клинок своего волшебного меча на голову дракона. Дракон укусил протагониста в шее, но, истекая кровью, тот продолжал драться. Виглов ранил дракона в уязвимое место, а Беовульф рассек чудовище пополам. Так и закончилась жизнь ужасного дракона. Но после битвы Атран погиб и сам Беовульф, а сокровища дракона достали из пещеры и похоронили вместе с героем. Тело дракона же разрубили на части и выкинули в море. Дракон Крака В польской легенде рассказывается, что в темной пещере у подножья холма Вавель на берегу реки Вислы жил страшный дракон. Каждый день он летал по окрестностям, пугая жителей города. Огнедышащий дракон пожирал животных и людей. Все, без исключения, кто попадался ему на пути, тут же становились его добычей. Дракон съедал даже повстречавшихся ему маленьких детей, грабил дома и уносил ценности в свою пещеру. Многие смелые рыцари пытались убить этого дракона, но погибали в его пламени. Ежедневные налеты чудовища стали настоящим бедствием. Люди в этих местах беднели дня от дня, и король пообещал полкоролевства тому, кто победит дракона. По самому древнему варианту этой легенды 12 века, чтобы спасти город от чудовища, некий Крак послал двух своих сыновей Крака и Леха убить дракона. Одолеть змея в поединке сыновья не смогли, поэтому они пошли на хитрость. Они набили шкуру коровы серой и, проглотив это чучело, дракон задохнулся. После смерти чудовища братья поссорились из-за того, кому из них принадлежит победа. Один из братьев убил другого, а, возвратившись в замок, сказал, что второй брат пал в битве с драконом. Однако, после смерти Крака, тайна Братоубийцы была раскрыта, и его изгнали из страны. Ян Длугаш родился в начале 15 века. В своей хронике победу над драконом приписал самому королю, а Братоубийство перенес то время, когда Крак уже умер. Еще одна версия легенды 16 века, принадлежащую Йохим Бельскому, гласит, что у дракона победил сапожник Скуба. Он подбросил монстру тельца, начиненного серой. Дракону, съевшему теленка, начало так жечь в горле, что он выпил полвислы и лопнул. Дракон Святого Георгия В легенде, сложившейся в Европе в 12 веке, рассказывается, что у родника близ города Кирена в Ливии жил кровожадный дракон. Некоторые смерчаки пытались его убить, но потерпели неудачу. Чтобы беспрепятственно набрать воды, жители Кирены были вынуждены каждый день приносить ему двух овец. Потом дракон потребовал, что ему на съедение отдавали молодых девушек. Ежедневно люди тянули жеребий, и очередная жертва с плачем отправлялась к дракону. На двенадцатый день жеребий выпал дочери царя, и ее отец впала отчаяния. Он предлагал горожанам все свои богатства и половину царства, если они пощадят его дочь. Но горожане им отказались. Принцессу привязали к столбу около родника. И тут появился молодой воин Георгий и освободил ее от пут. Верхом, на коне, Святой Георгий бросился на бой с драконом. Его копье глубоко проникло в тело чудовища, но не убило его, а только ранило. Накинув на него пояс принцессы, Святой Георгий привел раненого дракона в город. Здесь он объявил горожанам, что покончат с драконом только если они примут христианство. Жители города согласились, и Святой Георгий разрубил дракона на тысячу кусков. За победу над страшным змеем его стали называть победоносцем. Змей Горыныч У этого безжалостного дракона из русских былин и сказок три огнедышащие головы и семь хвостов. Змей Горыныч передвигается на двух лапах, иногда у него описываются две маленькие передние лапы, как у тираннозавра. Его железные когти могут разодрать любой щит или кольчугу. Воздух вокруг змея Горыныча пахнет серой, а это признак того, что оно злобное. Однажды он украл забаву-путятишную племянницу киевского князя Владимира, держал ее в заточении в одной из двенадцати своих пещер, что были устроены им в высокой горе. Убитый горем князь предложил большую награду тому, кто спасет девушку. Но, к сожалению, никто по доброй воле не захотел сразиться с чудовищем, и тогда князь Владимир приказал отправиться на бой богатырю Добрыне Никитичу. Бились они три дня и три ночи, стал Змей Добрыню одолевать. Вспомнил тот богатырь про волшебную плетку-семихвостку, что мать ему дала, выхватил ее и давай змея меж ушей стягать. Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его левой рукой к земле прижал, а правой рукой плетка охаживает. Укротил он его и отрубил все три головы, а потом пошел забаву-путятишну разыскивать. Из одиннадцати пещер много пленников освободил, а в двенадцатой нашел забаву-путятишну золотыми цепями к стене прикованную. Оторвал цепи богатыря, деву на вольный свет из пещеры вынес. У Змея Горыныча было многочисленное потомство змеенышей, которые обитали в очистом поле, и которых топтал конем былийный богатырь. На Змея Горыныча также похожи другие персонажи русских народных сказок, тоже злобные и огнедышащие, такие, как Змей Тугарин и Огненный Змей. В русской мифологии встречаются и другие сюжеты, связанные со Змеем Горынычем. В одной из сказок змей служит у купеческого сына Ивана, а потом, сговорившись с его женой, убивает Ивана, но при этом и сам погибает. Нитхёк. Могучий дракон из германо-скандинавской мифологии. Он живет в царстве мрака, которое называется Нифельхейм. Имя дракона означает «пожиратель трупов». Он поедает мертвецов, которые попадают в подземный мир. Известно, что дракон также пьет кровь грешников, лжецов, клятопреступников и убийц. Нифельхейм становится домом для этих отвратительных людей. Это самый темный, самый холодный и самый низкий из девяти миров мертвых. Дом Нитхёка – это яма, кишащая ядовитыми змеями, которая расположена около Хвельгельмира, кипящего котла, из которого вытекают все реки девяти миров. Нитхёк с помощью четырех змей перегрыз корень древа Игдрасиль, гигантского ясеня, соединяющего небо, землю и подземный мир, вследствие чего разразилась война между богами и чудовищами великанами. После жуткой трехлетней зимы боги победили в Великой Битве Рагнарёк. Нитхёк также участвовал в битве, но не был убит. Он уцелел и вернулся в царство мрака, где пировал телами тех, кого ему бросили с поля сражения. Что же, друг мой, вот я и поведал тебе об одних из самых известных драконов предания и легенд. Если хочешь вторую часть, она, я уверен, будет не менее интересной, ты знаешь, что делать. А после этого желаю видеть тебя в комментариях. Так что увидимся под роликом и в следующем видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин